Недельная глава, которую мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Китиса. Парашат Китиса, как мы знаем, это недельная глава, где описываются события, таквишные события, которые произошли после выхода из Египта, как Творец дал еврейскому народу Тутору, Мошрабейн поднимается на горе Синай и говорит, что через сорок дней я спушусь. И на тридцать девятом дне говорят наши мудрецы Мошрабейн, что Сатан показал еврейскому народу, что Мошрабейн скончался. Показал то, что Мошрабейну, его мета, его кровать как бы поднимают уже наверху. И этим еврейскому народу или эре враб, кто бы не был бы, сейчас это не наша тема, произошло ужасную вещь, то что мы думали, что у нас нет уже вождя. И собрали и хотели делать что-то, какую-то страшную вещь, которую мы, по-моему, сегодня собираемся чуть понять в глубине, что там действительно произошло. И обратились с Аарона Коэну, брата Мошрабейну, делать что-то. И Аарон, как мы знаем, который уже написано, то что, знал то, что Мошрабейн обозвращен спуститься. И он думал то, что, да, давайте приносите сейчас драгоценности. И думал то, что они попросят, на самом деле, их жён. Но, как мы знаем, праведные наши женщины, они ничего не дали. Наделая Абу Эгэла Загав, Золотого Тельца, наши праведницы, они не участвовали вообще. А мужчины отдали всё сразу же. Отдали и поставили перед Аароном. И как уже, наши мудрецы говорят, то, что там кто-то кинул Алейшор на пергаменте, где было написано Шамве Фураж. И с другой стороны было написано Алейшор под немец, говорит, бык, который был пергамент, который Мошрабейну кинул, чтобы вытаскивать гроб Йосефицатега из Нилуса. И, да, вышел Золотой Телец. И Аароном всё-таки собирается отодвинуть, на самом деле, чтобы еврейский народ ничего не делал. И говорит, завтра будет Хагазе. Он боялся, что они его убьют или будет страшная вещь, если они сейчас не послушают. И отодвинул, на самом деле, это, думал, что завтра может быть. И думал, что пока люди встанут, пока это, пока то сё, пока что, не дай Бог, чтобы они приносили какое-то же это приношение, или что-то такое, чтобы не было Мошраба до зора. До этого момента Мошрабана спустится. И утром на следующий день, рано утром все встали. И все, те, которые были там, и весь еврейский народ участвовал там. Но те, которые участвовали в этом. И были разные уровни, на самом деле, грехов, как мы уже упомянули уже в прошлом году, тщательно дали мнение Рампана, как он объясняет весь этот грех, в чём был заключен, на самом деле, этот грех. Можете посмотреть, это урок есть онлайн. И там всё тщательно объясняется, что действительно там произошло. И Мошрабану спускается с крыжалями. И говорит Иушуа, сначала говорит Иушуа то, что народ приходит, какой-то большой голос оттуда внизу. И Мошрабану спускается и берёт своими двумя крыжалями, которым берёт рукодеяние Творца, и ломает эти скрыжали. Понимается, потому что Мошрабану молится один раз сорок дней, второй раз сорок дней. Пока в день Юм Кипура Творец говорит Саллах таки двореха, я прощаю по твоим словам. Но опасность была этого греха, дорогие друзья, настолько, насколько, что Творец говорит, что я уничтожу, на самом деле, весь этот народ. И от тебя начнётся новая еврейская линия, можно сказать. Мошрабан говорит, нет, молится, молится, молится. Это до такого момента, что наши мудрецы говорят, что Мошрабан стал болеть. Он стал больным из-за большими молитвами, которые он делал. Как уже наши мудрецы выражаются, из любой беды, которая происходила с еврейским народом, мы тщательно, мы частично, извините, носим тот наказание за золотого тельца, которое произошло после Дарвани Твора. Многие наши мудрецы задаются вопросом, и у них есть большая сложность понять, как народ еврейский, который вышел из Египта... Опять же, я сейчас не хочу зайти в детальности, кто это был, или это Эра в раб, или кто они были. В общем, у Раха и Макадош, как мы уже упомянули, то, что еврейский народ был наказан целым, потому что мы не дали упрёк, даже те, которые делали там. Но как бы ни было, мы до сих пор носим, на самом деле, это грех. Мы до сих пор носим, дорогие друзья, этот грех. Уже не говоря о тех страшных и трагичных вещей, которые спустились в этом мире после разрушения, скрижали. Все изгнания пришло из-за этого, забывания Торы, не только уровни изучения Торы. Опять зашёл в нас тот духовный нечистот, который мы были очищены после дарования Торы. Опять зашёл в нас это всё. И вот тот голод, в котором мы находимся, это часть всего этого, это часть всего этого греха, который тогда, на самом деле, произошло. И все задаются вопросом, как, в чём была ошибка, во-первых, что они хотели. И как народ, который был на таком гигантском уровне, на самом деле, сделали этот аводозору, этот золотой телец, или что бы оно ни было. Нужно понять, что это было. И многие мудрецы, на самом деле, объясняют, мы уже упомянули, в прошлом году, я уже сегодня тоже сказал, рамбан, как мы уже дали урок, как бы он объясняет тщательно, как что там было. И другие объясняют, на самом деле, стараются понять, как, в чём было ребёнок, как можно это понять. Мы хотели бы с Божьей помощью сегодня пойти по линии, по объяснению нашего великого учителя Бейта Леви, который даёт нам невероятное, сильное, большое объяснение обо всём этом. И, по моему мнению, один из больших фундаментальных основ, мы сможем с Божьей помощью изучать сегодня после этого, с Божьей помощью, чтобы он дал правильные слова, что мы это правильно передали. Основа еврейской веры, еврейства и фундамент большой-большой вещи, которые нам постоянно, на самом деле, необходимо, чтобы мы знали эту основу, который тут, 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 в этом месте, на самом деле, говорит нам Бейта Леви. Бейта Леви, дорогие друзья, говорит нам то, что мы упомянули неоднократно эту идею, которая говорится о наших мудрецах, разбросан на многих местах и тщательным образом говорит об этом Леви Шахаим, Равихаим Миволожин, один из близких учеников великого Вилинского Гаона. Зарвихаим Миволожин говорит то, что на самом деле все наши действия, которые мы делаем в этом мире, у наших действий есть большие духовные влияния на высоких духовных миров. Наш материальный мир, это не только то, что на самом деле мы видим. Пока на самом деле в этом мире что-то происходит, произойдет или происходит что-то, есть невероятно большие-большие количество духовных миров, которые стоят, которые больше и выше-выше поднимаются в мире ангелов, в мире душ, в мире вверх-вверх-вверх-вверх, где оттуда войдет на самом деле все благословление или все решения, и все то, что здесь именно происходит именно в этом мире. И человек, делая здесь определенные действия, влияет на духовные миры. И это эти мне сказали уже неоднократно. И не только это, а заповеди наши, которые было дано нам, 613 заповедей. Это не просто так, что Творец дал нам 613 заповедей и на этом как бы закрывается все. Дорогие друзья, 613 заповедей это связь тоже с человеком, с еврейской душой и телом, у которого тоже есть у души 613 разных частичек, и тоже самое у тела есть 613 разных органов и сухожилий, которые каждый заповедь на самом деле связан со всеми каждым из этих вещей, из этих как бы органов или частичками души. И это берет еще глубже на самом деле то, что все заповеди, которые было дано нам, оно свой корень на самом деле берет в больших, высоких духовных миров, которые в принципе человек, если знает, как построены на самом деле эти духовные, высокие миры, он знает действительно, как вот этот твилин или мешкан, или храм, или мезуза, или что бы не было, как на самом деле эти вещи проявляются в этом мире. Он понимает на самом деле, как наши действия и наши 613 заповеди, которые было дано нам, как у них есть на самом деле корни в этих духовных миров. Если мы скажем пример и тот пример, и эти 613 заповедей, которые было дано через действия человека, которые тоже связаны на самом деле с этими заповедями, то каждая заповедь, которую человек делает, он усиливает и дает духовный свет, духовную энергию в том иной частичке души и в том частичке тела, которые связаны с этой митвой, и не только это дает влияние на этих высоких духовных миров, которые связаны тоже с этой митвой. И откуда он берет на самом деле эти митвы на самом деле свои корни? Пример к этому, если мы можем дать, это Мишкан, как написано то, что переносный храм, который еврейский Норо сделал после выхода из Египта. Мишкан – это было место присутствия шхины, божественное присутствие. Теперь, как может быть то, что присутствие Творца есть возможность, чтобы было в этом мире? Творец раскрыл нам, при соблюдении определенных деталей в этом мире, сделании определенным образом и приношении в храме определенных сосудов, которые олицетворяют и соединяются с этими духовными, на самом деле, корнями этих вещей, то при идее делания на самом деле этих вещей, есть потенциал и возможность, что шхина Хашема спускается в этом мире. Значит, зная этих духовных, скажем так, миров, как на самом деле они построены, и как говорится про Бецалель, что Бецалель он знал буквы, через какие творец на самом деле создал этот мир. И это тот человек был, который сделал именно Мишкан. Он знал тщательным образом, как все эти духовные миры на самом деле работают, чтобы его параллель мог бы быть на самом деле в этих материальном мире. Он все прекрасно знал, как нужно этот инструмент построить, и как эти духовные именно вещи должны быть на самом деле в этом мире, чтобы шхина Творца была возможность, чтобы он спасался на самом деле в этом мире. Итак, мы знаем то, что так же, как есть бетамигдаш в нижних мировах, то, что так же есть в духовных миров бетамигдаш. Когда мир был, когда бетамигдаш был разрушен в нашем материальном мире, говорят еще мудрецы, сначала был разрушен в духовном мире, просто у нас стоял всего лишь скелет, когда зашли на выход на царь и так далее, разрушили бетамигдаш, сказали, что кемах тахун таханта, вымыл ты, кемах, вымыл ты, муку ты уже переймыл второй раз, он уже поломал духовных на самом деле миров. Когда в духовном мире что-то есть, отцитетворенное тоже здесь есть, но бетамигдаш стоял всего лишь, так как скелет, люди ходили, люди это пронестили, но влияния этого уже не было. Тоже так же, как бетцалет знал всех этих секретов, как он мог на самом деле соединить всех этих слов, он знал прекрасно, как это все вещи именно должны работать здесь, чтобы спускать это великое благословление, великое влияние здесь, чтобы, в конечном итоге, пришло что? Шахина в этом мире. Теперь, когда еврейский народ услышал, увидел то, что и сатан их показал, то, что во шрабину, то Бог скончался, то еврейский народ решил то, что нам нужно во шрабину, который являлся на самом деле посредником между нами и Творцом. И он тот, кто им напускал шхину в этом мире, они думали, что они смогут через их незнание этих духовных концептов, духовных абсолютно миров, как это на самом деле происходит наверху, они да в состоянии создавать в этом мире определенный объект, определенный вещь, которую они будут в состоянии провести в этом мире шхина Ашема. Так как они видят на самом деле наверху, и, дорогие друзья, мы не должны забывать, о каком высоком уровне были еврейский народ в тот момент, когда они делали золотой телец, раскрытие моря, торвание Торы, когда они зашли в 49 самых высоких духовных абсолютно уровней. И не только это то, что они были довольны тем, что они сказали, мы знаем это все, они пошли самому большому человеку, который знал лучше всех это все, это была Арона Коэн. Арона Коэну подошли они и сказали, Арон, ты построил для нас, ты же знаешь на самом деле всех этих вещей, как на самом деле наверху построено это все, чтобы у нас была шхина Ашема, присутствие Творца в этом мире. Получается, другими словами, они хотели умудриться через их знания, то, что они знали, как через, скажем так, материальные вещи, как здесь именно создавать именно тот именно реальность, который берет на самом деле свой корень опять-таки в духовных миров, чтобы у них был такой же реальность, который был во время Уши Робейну, чтоб шхина Ашема и здесь, как Рамбан уже говорил, чтобы был между них посредником, если это действительно так, так, в чем была проблема? Что они хотели? Как Италия объясняет то, что в принципе, в чем в принципе все проблемы, они хотели добрые дела делать, они хотели хорошее делать для всего народа? С одной стороны, если подумать, да? Они думали, мы хотим, мы понимаем этих духовных вещей, как происходит наверху, и отрицание, отрицание, я говорю, отражение всех этих вещей в этом материальном мире происходит таким образом, при деянии определенных вещей, мы знаем, как эти вещи функционируют, да? И мы сделаем в этом мире этих же вещей, чтобы опять-таки, чтобы шхина Ашема была с нами. В чем тут неправильного? И что мы видим фрукт всего этого, что вышло? Это был золотой телец. И который мы уже описали, тот страшный грех, и до сегодняшнего дня, который мы страдаем от этой вещи, кроме всех вещей, который там юристский народ страдал. В чем на самом деле тогда была вся ошибка? Объясняет нам Пейта Леви, дорогие друзья. Ошибка еврейского народа была, или кто-то не был бы там. Ошибка в деянии золотого телца была в том, что они ошиблись в одной вещи. А именно, да, наши действия, когда мы делаем определенные действия в этом мире, они делают невероятно большие влияния на духовные миры, и они как бумерангом возвращаются к нам обратно. И да, все наши заповеди, которые было дано от Торы, они на самом деле берут со своей корней в больших и высоких и многодуховных миров. Это 100% правильно. И наши заповеди не были просто так взяты. Это все аксиомы, и вся абсолютно схема всего планета, всего создания этого мира. Так как говорят наши мудрецы Абрамовын изучал Тору, и все 613 заповедей смотрев в этом мире. Значит, Тора, которые дают нам 613 заповедей, это не просто так простить заповеди, это уже закодировано в этом мире. Закодировано в человеке, который включает в себе весь мир и все миры абсолютно, и закодировано в этом материальном мире и всех галаксий и всех абсолютно духовных миров, который, творец абсолютно все создал. И эта схема, это все-все абсолютно приходит здесь, в нашем 613 заповеди. И при идеании всего этого, да, мы влияем на самом деле всех духовных миров, и галактик, и этот мир, и так далее, и так далее. Но при одном условии. Условие в том, что эти вещи, они, да, делают влияние. И они есть тот именно связь только тогда, когда это заповедь от Творца. Когда эта вещь была заповедена от Творца, тогда у этой вещи есть сила и мощь, что он, да, может влиять эти духовные миры. Но тогда, когда человек в этом мире, он доходит до такого высокого каббалистического знания, что он знает и понимает, как происходит все творение Творца, как происходит на самом деле все духовные миры. И он все прекрасно понимает, все пророчества, которые были даны от Ихискеля про Маса Меркава, и знает Маса Берешит, как творец на самом деле создал этот мир, где секреты на самом деле заключаются во всем. И человеку не было заповедено делать определенную вещь, и даже если эта правда, то что он берет определенные действия, какой-то духовный корень, духовных миров, если человек делает без того, что творец заповедовал его это, это не так вот то, что ничего не привозит. Это привозит к такой большим трагедии, да как золотой телец. Значит разница и ошибка был в их, то что да, они видели через их разум, мы понимаем, как эти вещи происходят, и разум говорит, да, можно и возможно привести, возможно привести на самом деле Шахину Ашама в этом мире. Шахина Ашама возможно в этом мире привести. Вот так, так мы обретаем, нам нужно делать, и мы пойдем к Аарону, и Аарон нас на самом деле поможет. Но что? Ошибка в чем? Да, эти вещи влияют только когда, когда есть заповедь от Творца, который заповедовал нас, и тогда, и только тогда у этих вещей есть сила. И можешь, чтобы влиять на все миры, и на человеческое, и все, и все, и на все, и на все. Без заповеди Творца нет никакого влияния, и что вышло на самом деле, не только то, что не было никакого влияния, как фрукт всего этого на самом деле вышла эта трагедия. То, что вышел оттуда во телец. 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 Грех, который до сегодняшнего дня, мы частично, каждый именно беды, мы искупляем на самом деле грехами от золотого Тельца. Точнее, извините, причина всего, то, что человек пошел за своим разумом, и не то, что именно Творец ему сказал. И это можно посмотреть, дорогие друзья. Очень частичным образом, когда Муша Рабейну просит китиса, после того, как эта вся история произошла, Муша Рабейну поднимается и просит Творца, Творца. 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 И посмотри, говорит, Творец. И посмотри, говорит, это твой народ. После того, как еврейский народ сделал такую вещь, не все-таки Муша Рабейну говорит Ашему, Творцу этого мира, это же твой народ. Что-то значит, что это твой народ, то, что они, да, сделали эту вещь, но намерение у этого народа было в чем? Делать ради тебя, ради того, что шхина была. Ошибкой не было то, что отрицать тебя, хасвишалом, а намерение было, чтобы шхину, на самом деле, в этом мире привести. Но ошиблись в том, что они думали, что они могут через их разум, на самом деле, достичь и делать определенных вещей, но ошибка была именно в этом. Ошибка была именно в этом. Теперь, еврейский народ согрешил. Теперь, что можно делать? Что можно делать? Нету состояния, или как народ, или как индивидуум, дорогие друзья, где человек или народ можем делать определенный грех. И Творец не ждет, чтобы человек рассказ. Грех Золотого Тельца показывает для всего еврейского народа, что, как бы ни грешили, и к какому уровню ни находились бы, можно всегда делать чуху. Грех Давида Мелеха, даже самый высокий, такой великий, великий Давида Мелех, король Давид. После греха, Творец простил его грех. Покадыши мудрецы им. Так, кстати, Шаббат описывает это все. В чем же было, на самом деле, искупление? Как еврейский народ, на самом деле, искупил? Покадыши мудрецы в Митре Шабба То, что... Тем же путем, так как еврейский народ принес эти золотые кольца, золотые вещи, то, что у них было, чтобы делать ему золотой Телец. То есть, противоречие этого всего, тем, то, что они принесли сейчас для строительства Мишкана, это тот, это был тот именно искупление еврейского народа, который Творец дал еврейскому народу, что у них есть возможность, при том, что они построят сейчас Мишкан, это будет тот искупление для золотого Тельца, который необходим. Итак, говорят наши мудрецы здесь, он сказал ему, «Бедохак оттан шеяосу это Мишкан, мактив באута... мактив באута... мактив באута... мактив באута колкала, паркуон незмея зоев...» Когда он написал на бета Минастрашнин, в Ишкхе, который превратился, золотом целцом, он взял, из... 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 Как в том, что они согрешили, в этом же вещи Творец захотел их обратно. В том же вещи, в том же путем, так как в том, что они ошиблись, Творец говорит, в этом же вещи они приносят для строительства храма, чтобы искупить что? Искупить их не грех, то, что они делали именно за золотой телец. И посмотрим сейчас, дорогие друзья, в парашат ваякхель. Парашат ваякхель. Последний парашат в... Извините, парашат пикудей, для просвещения. Последний парашат в сэфер шмот. Написано то, что еврейский народ заканчивается, вторая книжа Моше. Острательство Мишкана. Острательство Мишкана. И как мы уже сказали, это было именно следствие, по некоторым мнениям наших мудрецов, Хлокет на самом деле, нужно было Мишкан, если бы не было золотой телец, было ли Мишкан или нет. Но по той линии, которая говорит, что это было после именно греха, они строят сейчас Мишкан. И мы находим после строительства, дорогие друзья, невероятную вещь. После каждой вещи, которую Тора описывает нам, что они делали, говорит у Тора пять разных слов. И не один раз. В Парашат Пекуде, когда они делают уже храм, говорится, они сделали точно так же, так как Творец заповедовал Мишкан. Идем дальше. Они построили еще дальше, Тора описывает тщательно, что они делали. Опять-таки Тора повторяет, они делали и так далее, и так далее. Они делали надежду кое-на. Так как Творец заповедовал Мишкан. Идем дальше. Следующие вещи, рассказывают нам Тора, какие вещи они делали, и как они делали, так как Ашем заповедовал Мишкан. И так, и так, и так далее. Дорогие друзья, я сегодня просчитал, вот только Парашат Пекудей, когда они построили храм уже, переносный храм Мишкан, написано 19 раз, так как Творец заповедовал Мишкан. Или так, как они были заповедованы. И делал Мишкан так, как Ашем заповедовал его. 19 раз, дорогие друзья. Говорит он нам Бейталеви. Если мы осознаем, в чем был грех, зальтового цельца, мы осознаем тоже, почему Тора тут тщательным образом, и постоянно, неоднократно, он говорит, что так как Творец заповедовал, значит, в чем было искупление, чтобы сейчас они должны были делать Мишкан. Не так как, не по причине, то, что они видели, на самом деле, в этих духовных миров. И как мы уже упомянули, Бецалель, который знал этих букв, так как Творец, на самом деле, создал этот мир. И он прекрасно понимал, как нужно, на самом деле, создавать через эти духовные имена, миры, как должен выглядеть, на самом деле, Мишкан в этом мире. Тора подчеркивает, что искупление было делать не потому, что они видели, так как они видели, а искупление было, и строительство было с целью, и с намерением сделать так, как Творец заповедовал. По причине, потому что Творец заповедовал. Так как Творец сказал Моше, они делали так. Не потому, что мы видим, не потому, что наш разум так понимает, не потому, что нам так кажется, Нет, только потому, что Творец так заповедовал. Больше ничего. Кашер цива, кашер цива. Я надеюсь, что я не ошибаюсь в этом. Но так как я просчитал по моим расчетам, если посмотрим всех этих 19 раз, после слова, где написано, кашер цива, хашем, эт мошэ, в некоторых случаях оно есть несколько слов, которые есть дополнительные, именно слов. Если мы прочитаем после слова, кашер цива, хашем, эт мошэ, так как хашем заповедовал мошэ, мы находим в Парашат Пикудей 103 слов, которые выражаются, так как хашем заповедовал именно мошэ. Или же так как хашем заповедовал мошэ, они делали так. Здесь в одном месте, и мошэ рабену благословил, после того, как они делали всех этих вещей. Кругой говоря, от кашер, если мы просчитаем до конца, по моим расчетам, еще раз, как бы я несколько раз это пересмотрел, надеюсь, что я не ошибаюсь, мы находим 103 слов, которые есть только именно в этом Параши. Дорогие друзья, слово «эгэль» — «телёнок», «эгэль» — «золотой телец», его гематрия — тоже 103. «Айн» — это 70, «гимель» — это 3, «ламет» — это 30, все вместе — 103. Так как Творец заповедовал, они делали все то, как они заповедуют, искуплениями на золотого телца. Значит, полное отключение своего разума, полное отключение того, что мне это кажется, или я вижу таким образом, и это должно быть, это, это. Нет, Творец сказал то, что так делай менору, так делай мешкан, так делай одежду коина. Даже если сейчас Пецалель видит наверху, что это должно выглядеть так, нет, только потом, чтобы Творец так заповедовал. Таким образом, спускается шхина. Таким образом, все есть на самом деле в этом мире. И мы этот принцип, дорогие друзья, которые можем находиться тоже, насчет чего? насчет вещи, которые еврейский народ, как весь народ, мы сказали, перед Даромой Торой, на асе венишма, мы будем, на асе, мы будем сделать все то, что Машир Абену, ты сейчас скажешь нам, на асе, мы сделаем, венишма, и мы услышим. Это один из великих выражений, о котором еврейский народ сказал, весь как весь народ, да, мы принимаем анатору, мы нас сами сделаем все, а Творец, который создал этот мир, от него плохого ничего не выходит. Если он заповедовал, он знает, мы можем этих вещей делать, если у него есть желание, какой-то, что какой-то, каждый из евреев он должен делать, значит, это мы да можем делать, и от него плохого ничего никогда не выходило, не выйдет. полное было доверие на Творца. Но задается вопрос, как человек может сделать без того, то, что он услышал? Сначала, еще раз, еврейский народ говорит, мы будем сделать, но что ты будешь делать? Скажи, сначала я услышу, потом я буду делать. Сначала я пойму, что ты говоришь мне, а потом я буду сделать эту вещь. Услышать, дорогие друзья, это значит понять, довести до сердца, понять, осознавать, зайти именно в глубине. Шема Исраэль, когда мы говорим, услышай, Израиль, возьми эти слова и поставь тебе сердце, шеме лукенва, шеме хад, возьми, что есть один единственный Творец в этом мире, поставь это в сердце, в сердце, глубоко, глубоко, будь его на сердце. Это лишь мо, это значит услышать, это не только то, что информация зашла, и все, это значит поставить на сердце. Это то, что называется выражение Шмиа, Вайшмай Тро, мы говорим, и услышал Итро. Все услышали, что было раскрытие моря, все услышали, что была война с Амалеком, но Итро услышал, и поставил себя на сердце, он понял и поставил глубоко, 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 глубоко на сердце. Тогда, что это значит, когда мы говорили, еврейский народ сказал, наасевенишма, мы будем сделать, и мы потом услышим. Что это значит? Конечно, до этого нужно услышать, что Творец говорит, но это не тот, услышать, который мы сказали наасевенишма, и мы, в принципе, в прошедшем Тро, мы уже сказали, мы сделаем, все то, что Творец говорит, мы будем сделать. Дорогие друзья, так как мы сейчас объяснили, мы можем очень хорошо понять, наасевенишма, которое сказал еврейский народ, это было именно по той же линии, так как мы сказали. Мы будем сделать. Почему? Так как то, что я вам сказал. я понимаю, почему? Нет. Я не понимаю, я буду делать. Я буду делать, так как ты мне сказал. Ага, у меня есть еще дополнительные заповеди, у меня есть больше идеи, у меня есть больше обозначения, чтобы я узнавал больше. Это нешма. Я услышу только потом. Но базис мой, базис еврей, это что? Я сделаю эту вещь только потому, что творец заповедовал это. Я понимаю, почему нужно тфилин одевать? Не знаю. Но он сказал, я делаю. Мезуза, делаю. Кашрут, я делаю. Как и почему? Сначала я делаю. Это первая вещь. Мы принимаем заповеди только потому, что они заповеди. Потому что творец нам этого сказал. Хохмат, потом творец говорит, узнай это. У тебя заобязательство, через 120 лет, даже если человек узнал всю Тору, Мишна, Гемору, все изучал, творец будет спрашивать его, а ты Кабалу изучал? Маасэ, Меркава изучал? Изучал, как в духовном мире построены? Я же тебе дал. Посмотри, Зоа, Арияка тоже, из книги, есть информация, из Равины, которая есть передача. Творец будет спрашивать. Значит, у нас есть обязательства, как евреев, максимально, сколько мы можем узнавать этих секретов. Но не сделать эти вещи, потому что мы понимаем этих секретов. Только исходя из этих секретов, сделать определенных вещей. Значит, если мы видим определенных вещей, и нам кажется, что, о, это так должно быть, и это противоречит все то, что написано в Шухонарухе, все то, что написано в Аллахе, и даже если мы с духовных миров, и мы будем какие-то гигантские каббалисты, или какие-то вещи, нам кажется так, не дай бог, не дай бог, не дай бог, дорогие друзья, нельзя сдвинуть на один миллиметр ни один закон, который написан в Шухонарухе или в Толмуде. В Толмуде написано, ты должен спать в Сукхот, ты должен спать в Сукхот. Ты понимаешь? Нет? Я тоже не понимаю. Изучаем. Понимаем почему. Кашу нужно соблюдать в таком строгости, почему, где, что, как. Сначала прими. От творца не выходит что-то плохого. Изучаешь, ты поймешь. Творец дал секрет и всего. Но если исходящий твой пункт, аусканс пункт у человека, что сначала я пойму, потом буду изучать. Золотой телец. Потому что человеку кажется, что я буду на самом деле понять, через мой разум на самом деле я приду именно к этим вещам. И это может быть чрезмерно опасным. Мы сначала делаем. Мы сначала делаем. А потом мы понимаем почему. Мы изучаем этих вещей на самом деле почему. Из-за этого, дорогие друзья, мы можем понять, как наши мудрецы в Ярушалме говорят. Капорет. Что такое капорет? В храме, как мы знаем, в самом святом месте. В Кодышко Дашим. В самом святом месте, где была Шхина Ашемата. Где Коэн Гадур заходил один, единственный раз в святейшийся день Йом-Кипура. В этом святом месте находилась Арон. Ковчег Завета. Динаномы были Крувим. Алицетворение одного Крува, одного ангела, это был еврейский народ. Алицетворение другого ангела, это был Творец. И они смотрели на друг друга. Тот отношение, которое есть у еврейского народа с Творцом, было показано именно там. Где, дорогие друзья? В месте, где они были над ковчегом, где было внутри Тора. Говорят наши мудрецы, Капорет, это место, это искуплял грех Золотого Тельца. Как Капорет искуплял грех Золотого Тельца в самом святом месте, дорогие друзья? Грех Золотого Тельца искуплял Капорет? Да. Мы хотим искуплять грех Золотого Тельца? Отношение еврейского народа с Творцом, оно настолько, насколько, когда и насколько мы, как еврейский народ, относимся к Творцу, не как наш разум понимает, а как Тора понимает. базис нашего отношения к Творцу это базировано на Тору, который лежит в этом ковчеге. Ты хочешь хороших отношений быть с Творцом, еврейский народ хорошим отношениям с Творцом. Настолько, настолько это базировано на Тору, настолько есть наши отношения к Творцу. Это базировано на наш разум, Разум это уже что-то другое. Базис это Тора. Это идёт всё, A, B, C, всего. Из-за этого мы понимаем, что это есть тот вещь, который искупляет золотой телец. Это то, что вещь искупляет золотой телец. Пойти по желанию Творца. Разум что говорит? Люди, мы не знаем. Потом можно понять сначала с разумом. Но сначала, так как творится имена это говорит. Как так именно творится имена это говорит, так творится это говорит. Смотрите, дорогие друзья, что говорит тут. Говорят наши мудрецы в тракцациях Холин. В тракцациях Холин говорят, Давдамелех, король Давид писал Тайлими. Человека и скота, и животного, ты будешь спасать. Человека и скота, ты будешь спасать. Что это значит? Что это значит? Человека и скота, как человека сравнивать с котом. Как это понять? Это те люди, которые делают себе голыми и делают свои разумы так как животные. Так как же вот не говорят, я не понимаю ничего не делаю. Я делаю. Тошия Ашем. Ашем спасает. Мы не понимаем как? Что? К чему? Адаму вейма? Человек, который ставит себе это как арум. Я не понимаю. Без хохмот. Без мудрости. О, нужно так. Нужен этот бетмимут. Идет человек по-простому. Уповает на Ашема по-простому. Опирается на него. Идет по его законам по-простому. Без того, что хохмот. Без того, что это логично, это так. Это нужно это делать. Сейчас нужно эти желания. Полит конкретно будет, не полит конкретно будет. Это этот тмимут с Ашемом. Без никаких обновлений написано. Мы делаем эту вещь по желанию твоему. И это есть часть всего этого тоже. Доверие нашим раввинам. Доверие нашим раввинам, который часть тоже именно Торы. Доверие раввине сказали так. Я доверяю, потому что Тора мне так сказал. Хохмот. Это может ошибаться человек. Наши мудрости, дорогие друзья, говорят. Нам кажется это шутка. Почему Тора нервно рассказал нам причины заповедей? Почему? В общем написано, что причина то, что я тебе заповедовал, это в этом. Потому что Творец говорит нам. В тракте Ашан Айдин так рассказывается, что Творец раскрыл нам в двух местах причина заповеди. И мудрейшийся человек в этом мире, который мы знаем все, Карл Соломон Шлома Мелех, ошибся. Потому что он сказал, если эта причина ко мне, это я смогу на самом деле выдержать эту вещь. Со мной это не случится. Творец сказал, не идите в Египет. Извините. Пусть король не будет размножать много коней, потому что человек пойдет, король потом пойдет в Египет. Потому что это тот место, где есть много именно коней. А пойти в Египет это нельзя. Шломер сказал, не, я буду размножать, со мной этого не будет. И что было? Так и произошло так, как Творец сказал. И пошел туда. И я там остался, и долгое время. Творец сказал, пусть король не убочит себе много жен, потому что они отведут их сердце. И сам это не будет. Мудрейшийся человек. Кто мы такие, что мы судили? Но, дорогие друзья, так написано. Халила Вихаз, он сказал против Шлома Мелеха что-то. Халила Вихаз. Ну, так говорится в трактате Санедрин. Шломелех сделал это. И как мы сказали, в конце. Так написано, опять же, как мы не понимаем, в чем уровень Шлома Мелеха, что это значит. Но это то, что написано. То, что отвезли его сердце от Творца. Хазвиш, там тоже было какое-то отрицание или что-то такое. Для уровней что-то, что-то, где-то. Мы не понимаем даже, что это такое. И Творец раскрыл дважды причину заповеди. И в этом же мудрецый человек ошибся. Что сказать нам? Творец бы сказал бы, о, знаешь, почему должен Твилина одевать? По этой, по этой причине. А если это причина, все одевания Твилина, я не буду делать тогда. Потому что ко мне это не относится. Не быть мудрым. Не надо быть дядей. Будь мудрым в других вещах. Творец сказал, это есть. Что-то когда-нибудь выходило от Творца, что-то не так. Никогда, дорогие друзья. То, что Творец сказал нам, это самое идеальное для человека. Для его жизни в этом мире. Для его детей. Для мужа. Для жены. Для всего общества. Для родителей. Для всего еврейского народа. Для мира. Для будущего мира. Для всего. Это самый идеальный образ жизни, который Творец желает для всего избранного народа еврейского народа. Егор. Егор.